Добрый день! Сегодня мы начнем рассматривать серию магнитных головоломок от компании Мою. Это серия Милонг. Все эти головоломки есть и без магнитов. Практически все из них хорошие, кроме пирамидки. Но помимо ВЦ головоломок, там есть и другие. Кловеркуб, Рэдиминкс, Даблскюб, 8х8, ну и прочие. Серия бюджетная, вполне удачная. И я уже как-то давно говорил, еще при обзоре серии МС от Мафанга, что компания Мою очень зря не делает свою Милонг серию магнитной. И естественно они со временем до этого додумались. Ну либо они тестировали что-то там, разрабатывали и вот серия вышла. Пока в ней здесь представлены 2х2, 3х3, 4х4 и 5х5. Уже начала продаваться пирамидка. Сейчас она ко мне едет. Но сегодня мы начнем с кубика 3х3. Что интересно, у всех Глоболомок с 2х2 по 5х5 коробочек одинакового размера. В серии МС от Мафанга все коробочки были разные. Коробки компактные. И комплектация у всех примерно схожа. Смотрим. Здесь есть коробочка. В ней должны быть какие-то аксессуары. Инструкция очень маленькая по сборке. Не нужна. Карточки не нужны. Отверточка пригодится. Отверточка это всегда хорошо. Вкладываем. Цвет такой голубенький. Еще в коробочке помимо кубика есть подставочка. Что тоже хорошо. Место не занимает. В хозяйстве пригодится. Этих отверток и подставок у меня уже целая куча. Пора с ними что-то делать. Все. В коробке больше ничего нет. Как я уже сказал, она компактная. Достаточно красивая. Все здесь изображено. Кубик. Вот это все рельефное. 3М. Чтобы можно было идентифицировать. И 2020. Код товара. МФ8883. Что плохо в этих коробках, когда они лежат вместе. Их издалека трудно идентифицировать. Поскольку вот с этих сторон они одинаковые. Я долго тянул со съемкой этого видео. Потому что хотел как следует протестировать. Как многие знают, на хороших трешках магнитных я сначала кручу тысячу сборок. Но здесь я еще подождал, пока тысяча открутится на этом кубике. Которые визуально одинаковые. Можно только внешне их различить по центральным элементам. У левого кубика центральный элемент более угловатый. Рострием 2020. И когда на обоих кубиках по тысяче откручено. Теперь я хочу про них рассказать. Про этот кубик будет отдельно в видео. Сейчас только Мейлонг. Немагнитная версия этого кубика была очень удачна. И именно из нее я делал свой тройной сиамский кубик. Он здесь недалеко находится. Двойной сиамский у меня магнитный. Сделан из Юлонгов. Юлонг 2М. Который тоже очень хороший магнитный куб. Но теперь с Юлонгом может конечно уже поконкурировать и Мейлонг. Ценовая категория у них примерно одинаковая. Но у Мейлонга помимо инструкции есть еще подставка и отвертка. Что не так важно. Но все таки дает некоторый плюс к его сторонам. Вращение очень приятное. И поскольку здесь есть магниты. Оно еще контролируемое. Безусловно этот кубик подойдет всем новичкам. Но также он может приглянуться и тем кто собирает хорошо. Сделаем пару сборок и потом я покажу в чем же разница с обычным немагнитным Мейлонгом во внутреннем строении. Из коробки вся серия Мейлонг очень сильно затянута. Ну как сильно. Сильнее чем мне нужно. Поэтому конкретно 3х3 я ослаблял. Немножко ошибся. И чуть-чуть ослопив я добился той идеальной настройки, которая мне понравилась. Уголки флипнуть можно. Но во время сборки у меня этого ни разу не случилось. Угол режет. Легко, хорошо, спокойно. Кубик не сказать, что прям совсем тихий. Но шума, грохота какого-то отдельного не вызывает. В отличие от 2х2, который значительно громче. Мне не удалось записать на видео каких-то отменных сборок. Но сотку я на этом кубике улучшил. Что бывает достаточно редко. И обычно я это делаю на каких-то хороших кубах. Теперь мое среднее время лучшее. Среднее из 15,36 секунд. Это немного радует. Следующий куб, который я тестировал RS3M, не позволил мне преодолеть эту отметку. Хотя был близко. Меня часто просят подарить кубик. Присылать какой-то. Отдать какой-то из своих старых. То, что мне их много. Да, действительно, у меня модели 3х3 уже больше 100. Больше 100 разновидностей. Но вот Мейлонг. Его цена в районе 500 рублей. И он практически идеален для этой цены. В нем есть все, что нужно. Нет ничего лишнего. Ну, кроме отверточки подставки. Хотя они тоже могут пригодиться. Но этот кубик позволяет добиться практически любых результатов. То есть у меня были сборки за 10 секунд. Меньше 10, конечно, опять не вышло. Но 10, 11 бывали и не раз. Если бы я умел собирать быстрее, то и меньше 10 тоже собрать можно. Но я умею, как умею. Трешку я собираю только когда тестирую кубики. Тоже многие знают. Здесь, конечно, если не расслабить, будут возникать некоторые лакапы. Куда же без них? Но опять же, для начинающих изначально затянутая настройка очень даже подойдет. Она позволяет кубик вращать очень быстро. Но в то же время нет ощущения расхлябности какой-то. Но если чуть ослабить, он как мне нравится. Сила магнитов здесь подобрана на мой взгляд просто идеально. Я смазываю этот кубик только белой мору и все становилось хорошо. То есть если добавляешь смазки, он колоссально ускоряется и эффект примерно сборок на 50-100 не держится. Густой смазки здесь мне не потребовалось. Тот же кубик RS3M понравился мне, сразу скажу, меньше. Да, в нем есть система регулировки, которая мне не очень, если честно, впечатляет. Здесь нет никаких регулировок, хитрых настройки магнитов. Здесь просто кубик с магнитами и который хорошо вращается. Этот куб я однозначно рекомендую всем, кто только делает первые шаги в мире спидкубинга. Этот кубик также будет хорош для той цели, чтобы брать его куда-то с собой, там на отдых, в школу, в институт, на работу. То есть чтобы его было не жалко. И, к примеру, в машину. Раньше, когда я чаще ездил по городу, я всегда возил с собой кубик и пока горит красный цвет стафора, успевал одну-две сборки сделать. Если кубик несколько месяцев лежит в машине, он потом, конечно, сильно портится, загрязняется. Его нужно чистить. Поэтому для подобных целей нужно кубик какой-нибудь попроще. Даже если вы профессионал, собираетесь там за 7-8 секунд. И Mi Long вполне может этой цели соответствовать. Я заранее разобрал кубик 3х3 без магнитов. Точно такой же. Напомню, что есть Mi Long 3, есть Mi Long 3C. Внешне они одинаковые. 3C чуть полегче, у меня чуть попроще упаковка. И это как бы удешевленная версия. Я сейчас сравниваю конкретно с Mi Long 3. Mi Long 3C внешне с этим Mi Long им идентичен. Сможете дома сравнить, у кого такое есть. Достоям ребро и угол. Ребро с белым цветом это магнитный Mi Long, с желтым не магнитный. Ну, нетрудно догадаться, что это абсолютно внешне одинаковые элементы. Опять же, с желтым цветом это не магнитная версия, с белым цветом магнитные. Уголки тоже одинаковые. Ну и если заглянуть внутрь кубиков, тоже каких-то явных отличий мы не наблюдаем. Становится понятно, что это просто старый кубик, в который добавили магниты. Но плохо ли это? Нет, это очень хорошо. Если этот кубик за такую дешевую цену на заводе снабдят магнитами, к нему добавят подставку, отвертку, и он все равно будет дешевый, это хорошо. Обычный Mi Long не магнитный, это практически идеальный кубик 3х3 без магнитов. Я его, наверное, рекомендую всем. Сейчас есть, конечно, конкуренты, Sail Warrior из немагнитных. Но Mi Long мне пока нравится больше всех. То есть его можно закупать тем, кто впервые берет в руки кубик. То есть кто не готов тратить много денег, но хочет научиться. Или родители могут купить своим детям, которым может это не понравиться, либо подарить друзьям. То есть недорого, но полный функционал и есть. А вот магнитный Mi Long это как раз следующая ступень. Да понятно, что интерес есть, хочется чего-то более современного, хорошего. И вот это практичный, идеальный куб, который может конкурировать с E-Long 2M, Thunder Club V3M, дешевыми магнитными кубами отличного качества. Негромкий, приятный, контролируемый, с идеальной силой магнитов, с удобным размером. Все здесь хорошо. Размер, как мы видим, точно такой, как не магнитного Mi Long. Сколько он там, 55, кажется, миллиметров. То есть вполне комфортно. 55 или 55,5. Конечно, из-за того, что здесь добавились магниты, кубик весит чуть больше. Но это никак не мешает при его вращении. Соберем крайний раз. Один и тот же пилы у меня что-то сегодня выпадает. Отличный куб. Рекомендую. Он мне понравился больше, чем RS3M. Но про RS3M будет отдельное видео, где я все расскажу, что о нем думает. По скрипту. Меня часто спрашивают в комментариях под видео, когда будет Ау Чан, когда будет Megamin CY-HU 2M, RS3M. Также у меня лежит еще не распакованная пирамидка X-Men BLV 2M. Много, много головоломок, которые лежат, требуют внимания, которые вы, наверное, уже ждете. Но, как я уже говорил, я не стремлюсь сделать видео только ради того, чтобы оно было. Я стараюсь составить какое-то свое мнение на опыте использования. То есть мне не интересно взять кубик 5х5, сделать на нем пиф-паф, сказать, вау, крутой кубик, покупайте скорее. Нет, я сделал сборок 50-70 на Ау Чанге, и он меня пока не очень впечатлил. И чтобы о нем какое-то объективное мнение составить, я еще немного его покручу. Не знаю, сколько. Megaminx, да, скоро будет. Возможно, даже через недельку после выхода конкретно этого видео. Может быть и нет. Посмотрим. Сейчас так много работы, что я все не успеваю. Но много чего есть. Если даже я прямо сейчас прекращу покупать головоломки, у меня материала для съемки конкретно анбоксингов хватит еще на несколько месяцев. Но технически выпускать их чаще, чем два раза в неделю, я не могу, да и не хочу. Много о чем хочется рассказать. У меня есть еще несколько отснятых обучалок, какие-то даже смонтированы. Но нужно больше времени для всего этого. Слегка освобожусь от работы и буду постепенно все выкладывать. Обучалок уже давно не выпускал. Я читаю все комментарии. Не переживайте. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok